Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня поговорим о широтно-импульсной модуляции, сокращенно ШИМ, на микроконтроллерах семейства AT-TIN. Вначале немного теории. Для того, чтобы плавно управлять яркостью светового прибора, либо скоростью вращения коллекторного мотора, достаточно плавно увеличивать подаваемое на него напряжение от нуля до некоторого номинального значения, установленного производителем. Например, плавно регулировать яркость светодиода мы можем с помощью потенциометра, увеличивая подаваемое на него значение от нуля до напряжения источника питания. Но как быть, если яркость того же светодиода мы хотим регулировать не в ручном режиме с помощью потенциометра, а программно. Дело в том, что ни AT-TIN, ни Ардуино, ни другие микроконтроллеры не могут плавно менять напряжение на выходе своих пинов. В этом случае нам на помощь придет технология широтно-импульсной модуляции. Основана она на том, что можно изменять длину импульса скважность при сохранении постоянной частоты сигнала. То есть если рассматривать пример со светодиодом, чем больше будет длина импульса, тем ярче будет гореть светодиод. Для работы с ШИМ-сигналом в Ардуино IDE служит специальная функция Analog Write. Первый ее аргумент определяет номер пина, в которой мы будем передавать ШИМ-сигнал. У Ардуино Уно это пины 3, 5, 6, 9, 10 и 11. Эти пины на плате Ардуино Уно выделены размещенной рядом с ними волнистой чертой. Второй аргумент определяет длину импульса ШИМ-сигнала. Его значение находится в диапазоне от 0 до 255. Чем выше значение, тем меньше промежутки между импульсами, выше скважность, что в случае светодиода будет означать большую его яркость, а в случае мотора большую скорость его вращения. Вначале возьмем для примера Ардуино Уно. Берем светодиод и соединяем его короткую ножку с уже припаянным резистором на 220 Ом с землей, а длинную ножку соединяем с 11 пином Ардуино. Напишем небольшой скетч, в котором вначале будем в течение пяти секунд увеличивать длину импульса от 0 до 100 процентов, то есть значение второго аргумента функции AnalogRight от 0 до 255. Тем самым увеличивая яркость светодиода. Затем установим задержку в одну секунду, чтобы светодиод горел на максимальной яркости, а после также плавно в течение пяти секунд снижать его яркость. Загружаем скетч в Ардуино и видим плавное изменение яркости светодиода. Теперь перейдем к атетине. Переведем Ардуино Уно в режим программатора. Изменим пин светодиода в нашем скетче на нулевой, что соответствует пятой ножке атетине. Установим на Ардуино наш самодельный модуль для прошивки. Ссылка на видео, где я его создавал, появится в подсказках. И разместим в гнездо модуля атетине 13. В инструментах меняем плату на атетине 13. Загружаем загрузчик, если до этого его не загружали. Напоминаю, это делается только один раз. И далее загружаем наш скетч в атетине, выбрав меню скетч загрузить через программатор. Подключаем светодиод с резистором к 4 и 5 ножке атетине 13 и видим как все работает. Светодиод плавно разгорается и плавно гаснет. Теперь вместо атетине 13 установим атетине 85 и попробуем снова прошить микроконтроллер тем же скетчем. В инструментах меняем плату на атетине 25, 45, 85, процессор атетине 85 и clock 16 МГц. И далее загружаем скетч в атетине. Все прекрасно работает. Вообще согласно описанию к атетине 25, 45, 85 шим сигналом у нас могут работать еще шестой и третий пин. Подключал светодиод к соответствующим пинам все прекрасно работает. А у атетине 13 всего один таймер и работать он может только на пятом или на шестом пину. В этом видео мы разобрались как атетине работает шим сигналом, а в следующем видео перейдем к практическому применению информации из этого ролика и создадим устройство для плавной регулировки освещения. Спасибо за просмотр. Кому понравилось видео ставьте лайк, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. До встречи!